МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Малая родина Брагин. Об историческом наследии и планах на будущее. Главный сюжет выпуска. Цветы, улыбки и поздравления. На уходящей неделе отмечался самый нежный праздник весны. Не женское дело. О любви к работе и жизни рассказали представительницы необычных профессий. Сражения роботов и гонки дронов. Юные робототехники соревновались в Гомеле. Все подробности этих и других событий с жизни региона в ближайшие 26 минут. На Гомельщине в год малой родины особое внимание будет обращено на Брагинский район. Причем речь идет не только о государственном финансировании запланированных мероприятий, но и поддержке местных инициатив. Капитальная реконструкция объектов социальной сферы, активное строительство жилья, новая система теплоснабжения и разработка образовательно-краеведческих маршрутов. Что сделано и что еще предстоит сделать на Брагинщине в этом году? Материал наших корреспондентов. Женя, ты там немножко фальшивил. Так, хорошо. Значит, я попробую продемонстрировать, в принципе, как нужно сыграть. Ну, слушай внимательно. В Брагинской детской школе искусств занятия еще продолжаются, но и учителя, и ученики уже готовятся к переезду в новое здание. За исключением почти 12-летнего перерыва, вызванного чернобыльской аварией, в городском поселке школа работает уже 45 лет и никогда не имела собственного здания. В последние годы учащиеся занимались в приспособленных помещениях районного дома культуры. Ситуация должна измениться уже этой осенью. Новое здание, в которое переедет школа искусств, уже определено. Осталось провести в нем ремонт. Мы очень надеемся и ждем, что в этом году мы 1 сентября откроем новое здание и войдем в школу, в новые двери. И я думаю, что обеспечение обучения на высшем уровне и на качественном уровне это тоже зависит не только от учителей, но еще от условий, в которых они обучаются. Привести белорусские поселки в приличное состояние и создать в них качественные условия для жизни людей. Такую задачу Александр Лукашенко поставил в прошлом году во время посещения городского поселка Копось. Президент подчеркнул, ежегодно в каждой области необходимо восстанавливать и развивать по два городских поселка. В Гомельской области в этом году особое внимание будет уделено развитию Брагина и Комарина. Причем речь не идет только об их благоустройстве. Хотя и этому будет уделено значительное внимание. Почти втрое по сравнению с прошлым годом увеличатся объемы вводимого жилья, что позволит в значительной степени решить жилищный вопрос для местных многодетных семей и детей-сирот, а также поможет решить проблему закрепления молодых специалистов. Сегодня в Брагинском районе их остается около 70%. По сравнению с другими регионами это немаленькая цифра, однако и она может быть более значительной. Среди запланированного также улучшение качества питьевой воды и новая система теплообеспечения районного центра. Запланирована реконструкция станции без железа, с установкой новофильтрующих элементов, где качество воды будет улучшено. Также модернизация котельной, где будет современное оборудование установлено и изменение схемы теплооснабжения. Будет работать одна котельная, городской поселок Брагин. То есть выводится эксплуатация одна котельная, экономия средств. Еще один объект внесен в список реконструируемых районный дом культуры. Из 15 клубных учреждений региона он не только самый большой, но и, пожалуй, самый проблемный. Ремонт здесь не проводился уже почти 4 десятилетия. И, по большому счету, здание уже никого не впечатляет ни своим внешним видом, ни внутренним наполнением. Ремонт необходим уже очень давно, так как есть вопросы и по отопительной системе тепловой, и по инженерным сетям. Уже со временем многое приходит в негодность. И сейчас именно то время, когда нам выпал шанс и возможность привести в порядок один из таких объектов, как дом культуры Брагинского района. Впрочем, не все проекты в Брагинском районе планируются реализовывать исключительно за бюджетные средства. Тем более, что местные жители уже давно доказали, они способны многое сделать своими силами. Уже несколько лет здесь реализуется проект по организации самозанятости населения, в первую очередь в сельской местности. Объединяясь и помогая друг другу, люди выращивают продукцию, востребованную на рынках Гомеля и Минска. В агрогородке Микулище сельчане не только выступили с инициативой строительства новой церкви, но и приняли самое активное участие в работах. Здесь же разработали образовательно-краеведческий маршрут, в рамках которого возродили Народный кукольный театр «Батлейка». Почти пять столетий такие театры были очень популярны в Беларуси. Однако в 20 веке о них практически забыли. Сегодня в Микуличах написали для «Батлейки» сценарий спектакля на основе местных событий. Хотя исторически главная тематика такого театра – библейская. Ох, пресветлейший цару, усесильнейший государу, як можеш ты на троне прибывать и невинных деток забивать. Помилуй, помилуй чада моего. Пойшла баба преч, не слухаю твою параду, только на свое сумлення мою ладу. Ох, пойду я за широкие реки, за высокие горы, споткай я кодропежного звера, нехай он меня разорве. О, Ира, ты проклятый! Воспитать любовь к земле предков и объединить людей для решения социально значимых вопросов – одна из главных задач местных инициатив. Причем предлагаемые населением проекты сегодня поддерживаются местными органами власти. Для реализации местных инициатив в Брагинском районе создали Совет устойчивого развития. В его состав включили представителей райисполкома, Совета депутатов различных уровней и общественных организаций. Проект развития потенциала сети семейных клубов в Чернобыльской зоне с целью улучшения социально-экономической ситуации, финансируемый Европейским Союзом и реализуемой общественной организацией «Белорусский зеленый крест». В рамках этого проекта создано семь семейных клубов с разными направлениями деятельности. Но цель у этих клубов одна – сделать жизнь населия лучше и интереснее. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Брагинский район. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Женскими улыбками была озарена уходящая неделя на Гомельщине. Цветы, подарки, слова признательности принимали женщины в трудовых коллективах, в семьях и прямо на улицах. Накануне 8 марта на торжественный прием от имени Гомельского облсполкома пригласили представительниц всех районов. Праздничное мероприятие открыла выставка женских шляп. Свою коллекцию представила председатель Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Светлана Гаврильчик. Экспонаты, которые можно было примерить, вызвали неподдельный интерес у всех участников приема и надолго создали хорошее настроение. В зале женщины, которыми может гордиться вся область – бухгалтер, животновод, актриса, банкир, юрист, председатель сельского исполкома и профсоюзного комитета. Торжественный прием – еще одна возможность поблагодарить каждую за их дела. Про незаурядные заслуги женщин во всех сферах говорили и на торжествах Гомельского областного объединения профсоюзов. В импровизированном зале культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения Белорусской железной дороги – те, кого официально называют профсоюзным активом. Всего на праздничный прием были приглашены 140 женщин. Для них – подарки, цветы и музыка. Все для самых любимых и уважаемых – гражданок, матерей и хранительниц семейного очага. К другим событиям недели. В Жлобине прямую телефонную линию и прием граждан провел помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. За более чем три часа рассмотрено около 20 вопросов. Касались они земельных споров, семейных конфликтов, трудоустройства, восстановления трудового стажа. По озвученным во время приема и телефонной линии вопросам даны поручения. Часть была истолкована сразу, ряд обращений взят на контроль. Завершение реализации инвестиционных проектов – основная нынешняя задача в целлюлозно-бумажной отрасли. Завод мелованных и немелованных видов картонов Добруши заработает до конца года. Как сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, с генподрядчиком строительства производства расторгли отношения. Объект будет передан новому подрядчику. Кроме того, до конца этого года должен выйти на стопроцентную проектную мощность и Светлогорский целлюлозный завод. По прогнозам, объем продукции увеличится в 20 раз и составит 350 миллионов долларов. Минприроды просит сообщать о заморах рыбы. В такую погоду кислорода в воде становится меньше, и это приводит к гибели водных обитателей. Еженедельно в Гомельской области берут пробы воды. Для насыщения ее кислородом во льду вырезают майны. Министерство просит жителей региона не быть равнодушными и помогать в спасении рыбы. Гомельские коммунальники развернули борьбу с сосульками. Ежедневно на их удаление и расчистку кровель выходит более 10 автогидроподъемников, сообщили в городском ЖКХ. Со следующей недели синоптики обещают потепление. Спасатели рекомендуют провести очистку крыш заранее, а также вывести собранный снег. Женщины. Они такие разные. Сегодня представительниц прекрасной половины человечества можно увидеть и за рулем уборочного комбайна, и во главе большого коллектива, и даже за починкой автомобиля. Героини нашего следующего сюжета не похожи друг на друга. Но каждая является воплощением женственности и даже в те моменты, когда по долгу службы она должна справляться со всеми трудностями. По статистике в Гомельской области проживает 756 тысяч женщин. Это чуть больше половины от общей численности населения. 78% это горожанки. Соответственно, остальные 22% жительницы сельской местности. Сегодня представительницы слабого пола ловко осваивают мужские специальности. Встретить женщину можно без удивления в любой сфере деятельности. Традиционно преимущественно женскими видами деятельности это является у нас здравоохранение и социальные услуги. Там где-то около 85% численности это женщины. На втором месте у нас это такая отрасль, как образование. Редко, но встречаются женщины в таких сферах, как строительство, гурнодобывающая промышленность, производство кокса и нефтепродуктов, а также в лесоводстве и лесозаготовках. Еще в детстве на вопрос, кем хочешь стать, когда вырастешь, Елена Луцку отвечала – врачом. В другой профессии она себя не представляла. И ведь не зря говорят, в хирургии случайных людей нет. У меня есть старшая сестра, и мы играли в игры. И у нас постоянно шел спор, во что мы будем играть – либо в школу, либо в больницу. Ну, чаще всего мы играли, конечно, в школу, поскольку сестра старше и врачей боялась. А мне уже самостоятельно приходилось лечить животных, котиков, собачек. Сегодня за ее плечами 10 лет стажа только в нейрохирургии. А была еще интернатура и два года общей хирургии в Хойникской районной больнице. Вспоминаю, когда я приехала даже работать на район, вот вспоминаю, 16 августа – это был мой первый рабочий день. И первый мой пациент – это девочка, 4,5 года, с подозрением на аппендицит. И, в общем-то, этот диагноз, ну, этого ребенка я прооперировала, там оказался флегмонозный аппендицит. И целую ночь я переживала, насколько надежно я положила эти лигатуры, чтобы не было кровотечения. Три раза общий анализ крови назначала. В сфере здравоохранения сегодня работает каждая седьмая жительница нашего региона. Но при этом коллег-женщин-нейрохирургов у Елены было не так много. Да и те долго не задерживались на месте. Свои нюансы во врачебную практику вносили трудности операционной хирургии и суточные дежурства. Нашу героиню не пугают никакие испытания. И даже более того, ей нравится, пожалуй, самая ответственная в профессии – быстрота принятия решений. Наша профессия, наши обязанности, наша должностная инструкция, в общем-то, она призывает к тому, чтобы мы оказывали помощь. Иногда даже, ну, не совсем, ну, не очень-то часто в практике, но было так, что начинается операция, и уже твое рабочее время окончилось. Да, ну, как бы, пациента же не оставишь без помощи, это недопустимо в медицине. Не переживать за работу дома, ну, это не представляется возможным. Я всегда стараюсь оказывать помощь пациентам так, как бы, вот, хотела, чтобы ко мне отнеслись, так, чтобы меня обследовали, назначили лечение, поговорили со мной, ну, так скажем, на всех этапах, на всех этапах лечения. С была с детской мечтой нашей второй героини – упертый характер, решительный нрав и твердый внутренний стержень привели Ольгу в ряды милиции. А здесь, как известно, служба и опасна, и трудна. Нередко на помощь в работе приходит женское обаяние. Включается оно без всяких усилий и умыслов. Слышей было много, как бы так в целом рассказать это и программы не хватит, наверное. Женщине порой проще, когда граждане обращают внимания на женщину, они более лояльно относятся к этому, и поведение более мягкое, так можно сказать, тех же самых правонарушителей в состоянии алкогольного опьянения. То есть они более идут на контакт лучше женщины, нежели с мужчинами сотрудниками. На службе в милиции на транспорте Ольга уже 7 лет. Дневные смены сменяют ночные и наоборот. Тем временем рабочее место не из самых уютных для женщины. Однако наша героиня считает иначе. Ей нравится встречать во время работы людей разных национальностей. Она с удовольствием приходит на помощь тем, кто растерялся в незнакомом городе. Надо отметить, что в патрульно-постовой службе милиции на Гомельском вокзале она такая одна. Мужской коллектив, я уже привыкла к нему, то есть как бы вполне довольна. Мужчины всегда придут на помощь, всегда у нас взаимовыручка какая-то происходит. У каждой из них своя служебная форма одежды, свои четкие профессиональные обязанности и сложности в работе. Несмотря на это, они в первую очередь остаются женщинами, которые знают о силе собственного очарования. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко. Новости недели. Инновации, программирование, IT и нанотехнологии. И, конечно, робототехника. Сегодня это своего рода топ-лист увлечений современной молодежи. Одни выбирают нанохобби с прицелом на профессии будущего. Для других же это всего-навсего отличное времяпровождение. А вот здоровая конкуренция в любом возрасте добавляет азарта и еще больше стимулирует к развитию. Современные кулибины-гомельщины. Кто они и что изобретают? Моя коллега Светлана Князева побывала на областном турнире по робототехнике. Мне игрушку модную мама принесла. С ручками и с ножками робот пронесла. Во второй раз областной турнир по робототехнике «Робоквест» объединил ребят со всей Гомельской области. Количество участников вдвое больше, чем в прошлом году. Около 200 человек. Именно поэтому организаторы Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи позаботились о том, чтобы места хватило всем участникам. Местом для проведения турнира впервые выбран дворец легкой атлетики «Динамо». Кстати, рост количества участников турнира вполне объясним. Ведь в нашем регионе больше всего учреждений, где можно научиться конструировать и программировать. И такой возможности юные инженеры не упускают. Гомельская область, которая всячески поддерживает направление технического профиля, она сегодня занимает лидирующие позиции в республике по итогам наших республиканских конкурсов. В настоящее время в республике уделяется должное внимание и поддерживается это направление – IT. Отличие Гомельского турнира в том, что в нем могут принять участие не только ребята средних и старших классов, но и младшие школьники. Соревнований для самых маленьких работостроителей практически нигде нет. А ведь для них так важно окунуться в соревновательную атмосферу, показать свои результаты, поучиться у старших. Они поучаствуют год-два, и на третий они уже будут приходить сюда просто как домой, вот так вот к себе. Потому что таких детей на всех конкурсах на самом деле видно. Они более уверенные, им уже все знакомо, они отстаивают, они сами начинают спорить. Вот вы здесь неправы с судьями. То есть это тоже хорошо, что они учатся и говорить, и доказывать, объяснять, и добиваться своего. Атмосфера турнира захватывает. В карантинной зоне, а именно так называют организаторы соревновательную площадку, лишь участники состязания и рабочие столы с комплектами по программированию. Родители, болельщики, педагоги – все за пределами эпицентра соревнования. В манеже разыгралась нешуточная борьба. Одни участники демонстрировали домашние задания, другие собирали робототехнические конструкции на месте. «Робоквест» – это турнир, на котором встречаются те, кто решил взять реванш после прошлогоднего поединка, и те, кто впервые хочет опробовать свое изобретение. Очень хочется отметить старших ребят, что конкретно та область, которая 14-17 лет, там уже, конечно, мобильная робототехника в некоторых местах пересекается и с промышленной, что не может не радовать. Настроение у ребят было отличное. Чувствовалась их уверенность в собственных силах и невозмутимое спокойствие. Особенность робоквеста в «Гомеле» еще и в том, что участниками турнира могут стать воспитанники не только государственных учреждений образования, но и частных школ. Организаторы признаются – конкуренции они не боятся, отчего выигрывают в первую очередь юные изобретатели. Из конструктора можно сделать все – змею, скорпиона, все. Здесь все ограничивается твоей фантазией и твоими знаниями. Этот робот состоит из своего, как бы, чем он хватает груз, чем он видит стенки, то есть датчик расстояния. Два датчика яркости отраженного света, например, яркость отраженного света, он может ехать по черной линии. То есть он видит черную линию и он едет по ней. Я не знаю, какие успехи, просто это первые соревнования мои. Ну, то есть оценки по робототехнике хорошие в нашей школе, а так не знаю, как получится. Девятиклассник Илья Трощенко занимается робототехникой всего около полугода, но и этого времени ему хватило, чтобы предположить, что именно эта сфера станет делом всей его жизни. Кстати, вузы региона, в которых есть специальность, связанная с робототехникой, хорошо понимают, что своих будущих абитуриентов можно и нужно искать именно здесь и сейчас. Так что желающие по ходу турнира даже определялись с будущей альмаматор. Инноватика, робототехника, IT-технологии, нанотехнологии – это неотъемливая часть уже нашего сегодняшнего дня, поэтому без робототехники никуда. Молодежь это понимает и понимает, что это перспективная будущая профессия. Подготовили организаторы и большую выставку робототехники. К примеру, жлобинские изобретатели презентовали 10 проектов. Один из них – гравер на часовом управлении – ребята сделали из подручных средств. Для школы мы специально гравировали для ключей брелочки кабинет 3.3. В будущем мы хотим поставить более мощный, чтобы он мог прям прожигать какие-то поверхности и создавать какие-то динамичные конструкции. Ребята полны планов по движению вперед, а это значит, что турниру робоквест быть. Светлана Князева, Сергей Лукашук, новости недели. Далее в программе – обзор культурных событий. Во дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка «Он, она и весна». Экспозиции объединило два, казалось бы, кардинально разных по своему исполнению вида творчества. Здесь разместились вышитые картины Валентины Игнатенко и кованые изделия Владислава Литвинова. Выставка, как нельзя лучше, демонстрирует полярность мужского и женского. И в то же время создает единое гармоничное творческое пространство. А в стенах Гомельского дворца культуры железнодорожников на уходящей неделе состоялся большой музыкальный вечер под названием «Концерт для настоящих леди». С праздником весны милых дам поздравляли музыканты гомельских городских оркестров. Они исполнили проникновенные произведения о любви, которые всколыхнули чувственные женские сердца. За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Весна, пора любви и нежности – лучшее время для романтических чувств и творческих начинаний. Совсем неудивительно, что именно в этот период года мы отмечаем Международный женский день. Ведь каждая женщина, как и весна, дарит окружающему миру красоту, гармонию и вдохновение. Культурные события уходящей недели в большинстве своем так или иначе поддержали тематику главного весеннего праздника 8 марта. Для представительниц прекрасной половины человечества были подготовлены оригинальные экспозиционные проекты. В их адрес звучали музыкальные поздравления. Во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка «Он, она и весна», которая объединила два вида творчества, ярко демонстрирующих мужское и женское начало. Свои оригинальные авторские работы здесь представили мастер в технике вышивки крестом Валентина Игнатенко и мастер по художественной ковке Владислав Литвинов. На вышитых полотнах застыли городские пейзажи с их неповторимой архитектурой, портреты людей и изображения животных, репродукции картин всемирно известных художников. Они выполнены Валентина Игнатенко с душой и несут особый энергетический заряд. Работы мастера кузнечного дела Владислава Литвинова также оригинальны и неповторимы. В экспозиции можно увидеть утонченные кованые цветы с полураспустившимися лепестками, бабочку, которая, кажется, вот-вот спорхнет. Собаку с умными глазами и с трудом верится, что когда-то все это было лишь обычной грудой металла. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина тем временем открылась выставка украшений Средневековья. Автор коллекции – член Белорусской гильдии мастеров и ремесленников. Победитель второго республиканского конкурса кузнечного мастерства «Золотая подкова» Сергей Климович. На выставке он представил многочисленные женские и мужские украшения, выполненные им в стилистике декоративно-прикладного искусства древних славян. Можно увидеть браслеты, кольца и гребни, различные талисманы и обереги из бронзы. Здесь же в Гомельской областной библиотеке имени Ленина на уходящей неделе состоялась лирическая концертная программа «С любовью к женщине». Музыкальные поздравления представительницам прекрасной половины человечества дарил талантливый композитор, поэт и автор-исполнитель Юрий Яковлев. Концертная программа включила в себя проникновенные произведения о любви. Еще одно музыкальное поздравление к празднику «Весны и любви» Международному женскому дню 8 марта на уходящей неделе прозвучало со сцены Гомельского дворца культуры «Железнодорожников». Здесь состоялся большой музыкальный вечер под названием «Концерт для настоящих леди». Лучшие произведения о любви для милых, нежных и чувственных женщин в зале исполнили музыканты гомельских городских оркестров. Гостей вечера ожидало множество ярких танцевальных номеров, горячо любимых композиций и приятных творческих сюрпризов. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В Гомельском дворце культуры «Железнодорожников» будут звучать шедевры мировой классики. Концерт под таким названием зрителям подарят талантливые музыканты камерного оркестра Гомельской областной филармонии. В этот вечер в их оригинальном исполнении будут звучать классические произведения Моцарта, Штрауса, Верди и других всемирно известных композиторов. А в Гомельском городском молодежном театре на следующей неделе состоится премьера спектакля «Летели качели». Это фатально ироничная история о весьма непродолжительном, но совсем не случайном общении мужчины Стаса средних лет и девочке-подростка Ксении. Вот только кто из этих двоих действительно зрелый человек и устойчивая личность – большой вопрос, в котором предстоит разобраться как самим героям, так и зрителям. С самыми интересными событиями из мира культуры вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова